Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я опять с вами, у нас потрясающая погода и у нас очень интересная, актуальная тема. Я немножко нервничаю, переживаю, потому что это мой первый ролик совместно с телеканалом Fashion One. Я и другие блогеры будут периодически делать там свои видео на их платформе, на их канале. Сегодня очень актуальная тема, я думаю, что она актуальна еще будет и в августе, и в сентябре, возможно, даже в октябре. Мы с вами посмотрим, что с собой можно взять в отпуск. И поговорим с вами о декоративке. Постараемся взять минимум, чтобы это заняло мало места и чтобы эти продукты были как можно более эффективными в вашем отпуске. Ну что, если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, вот такая у меня дорожная косметичка. Она легко помещается в любую сумочку. На самом деле это дорожный органайзер. И давайте посмотрим содержимое. Путем пробы и ошибок я пришла к мнению, что я набирала слишком много косметики. И всем этим я совершенно не пользовалась. Поскольку, если вы хотите купаться, плескаться и отдыхать, поверьте, вам это совершенно не понадобится. Истиннее я бы советовала приобрести лишь одну палетку. Одну дорожную палетку. Пускай это будет вот такая вот компактная палетка. У меня эта палетка от фирмы Too Faced Natural Eye. Выглядана вот таким вот образом. Вы ее не раз видели у меня в роликах. Она универсальная как для дневного мейкапа, так и для вечернего. Кстати, сейчас я накрашена именно этой палеткой. И здесь сверху, что самое интересное, есть небольшие подсказки. Если вы вдруг не знаете, как накраситься, закончилась фантазия, то можете посмотреть и найти что-нибудь интересненькое. Следующее, что я вам покажу, это будет вот такая вот компактная палетка румян. Она интересна тем, что здесь есть... Упс. Она интересна тем, что здесь есть четыре оттенка. Два оттенка вы можете использовать как бронзер, ну и так же, как и румяна. И самое интересное, так же, как и тени. Ну, а два оставшихся просто в качестве румян. Палетка очень универсальная, компактная. Как я уже сказала, это палетка от Estee Lauder. Но, к сожалению, она имитированная. Поэтому постарайтесь найти что-то похожее. Так, чтобы вы с собой не тащили огромное количество всяких румян, пуллур, бронзаторов. Так что это вам совет. Ну и какой же отдых без вечернего выхода в свет, без каких-то ресторанов, фотографий. Для этого случая я бы все-таки посоветовала взять с собой тональную основу. Если у вас не идеальная кожа, то она вам точно понадобится. И у меня эта тональная основа, которая хорошо смотрится на фотографиях и также на видеосъемке. Make Up Forever и эта тональная основа HZ Foundation. Очень-очень хорошо она смотрится на коже, хорошо подстраивается. И у меня оттенок 125. Такой вот цвет бежевый подходит хорошо под загар. Дальше покажу вам вот такой вот продукт. Это Inglot. Он интересен тем, что он может использовать как хайлайтер и даже как тени. Я его, например, могу использовать как на скулах, так и на зоне декольте. Очень красиво смотрится, очень красивое сияние. Маленькая баночка, опять же, много места не занимает. И это у меня оттенок 180. Так что советую обзавестись таким вот пигментом. Если, видите, загорать и купаться, то, конечно же, я бы вам советовала максимально разгрузить ваше лицо. Не пользоваться тональной основой. За исключением, конечно, каких-то вечерних променадов. Не пользоваться пудрой днем. А просто пользоваться каким-то SPF средством. У меня это средство от Clinique. Здесь SPF 45. У него небольшой оттенок. Он немножко похож на Tinted Moisturizer. Но я бы не сказала, что, опять же, он является каким-то кроющим средством. Однако он хорошо защищает от солнца и будет вашим помощником в пляжное время. Если вы чувствуете, что у вас все-таки на лице есть какие-то недостатки, а на пляже хочется хорошо выглядеть, то я бы посоветовала вам взять с собой корректор. Какой-нибудь плотный корректор. У меня это корректор от MAC. Оттенок NC30. Он уже такой более бежевый. Хорошо подойдет под загорелую кожу. Отлично справляется. И также у него есть защита от солнца. Все-таки без компактной пудры не избежать. У меня эта пудра от Clinique. Пудра нужна для того, чтобы хотя бы периодически проверять, как вы выглядите. Немножко монтировать лицо ваше. Для вечернего выхода она вам точно понадобится. Я бы не советовала в поездку убрать какие-то жирные каялы. Потому что если вы едете в теплые страны, то каял имеет тенденцию течь, пачкаться. Поверьте, я это уже проверила на своем опыте. Поэтому я бы вам позволила взять с собой какой-нибудь стойкий фломастер или стойкую подводку. У меня это бюджетная подводка от фирмы H&M. У нее очень удобный тоненький носик. Ей быстро рисуются стрелочки. Я ее очень-очень люблю и советую. Если мы говорим о кистях, то здесь надо брать минимум. Не берите с собой огромную вашу косметичку, полную всяких кисочек, коробочек. В свою поездку я беру вот такие вот кисти. Это кисти, которыми я пользуюсь практически каждый день. Первая кисть от Sedona Lace идет специально для консилера. Она довольно плотная. Она сделана из синтетического ворса. Хорошо все маскирует. И при желании ее также можно пользоваться на нижнем веке. То есть вы убиваете сразу два зайца. Также у меня есть пушистая кисочка, которой можно вносить как тени, так и растушевывать их. Это у нас фирма Sigma и номер ES44. Вот такая вот маленькая кисочка, которой можно вносить под водку и даже маскировать прыщики. Опять же убиваете два зайца. Это Sigma F68. И моя любимая и вам уже всем известная кисочка от фирмы Real Techniques. Она идет для румяной контурирования, но также ей можно вносить еще и пудру и при желании даже хайлайтер. Опять же в жарком климате вам понадобится база по тени. Если вы пользуетесь тенями даже в вечернее время, то все-таки попробуйте внести базу, потому что тени продержатся дольше и будут смотреться ярче. И у меня эта база от фирмы Urban Decay. Очень мне она нравится, очень она хорошо держит тень. Я бы сказала, что она немножко плотная, поэтому постарайтесь вносить ее в небольшом количестве на ваши веки. В моей походной косметичке всегда есть вот такая вот мицеллярная водичка или любой пробник мицеллярной водички, где средства для всяких макияжа. Я бы вам советовала в поездку брать те продукты, которые заканчиваются. Так вы сэкономите место и вернетесь с пустыми руками. И с собой в поездку я всегда беру два бальзама, или один, или два, на всякий пожарный. Если один потеряется, то второй точно будет. У меня это бальзам от Bird Peace. Он имеет такой приятный оттенок. И второй бальзам, это просто бестселлер, это Carmex. Я думаю, что вы о нем все знаете. Я его очень люблю. Он переводит губки мгновенно в порядок. И также постоянно его беру с собой на пляж. Для вечернего выхода, а он у вас наверняка будет, я бы вам посоветовала взять одну яркую помаду. Пускай это будет помада, которая вам идет больше всего. Не набирайте огромные тонны блесковой помады. Помаду, которую я очень люблю и беру с собой всегда на какие-то мероприятия, как говорится, Just in Case. Это помада от MAC. Это была серия Rihanna. Красный вот такой вот цвет. И неверно, будут ли видны зоотистое вкрапление. Но, поверьте, это очень насыщенный, богатый цвет. И губки мгновения становятся очень сочными и красивыми. Конечно же, не поднимитесь и возьмите с собой красный карандаш. У меня это тоже карандаш от MAC. Ярко-алый. Ну и для длинного варианта, или для варианта в стиле ньют, это вот такая вот помада от Dior. Она, кстати, сейчас на мне. И это карандаш от MAC. Очень красивый цвет, нежный, такой вот розовый оттеночек. Опять же, нейтральный, подойдет практически под любой вид макияжа. И карандаш тоже от MAC. Нежный, розовый оттеночек. Мы с вами совершенно не затронули тему бровей. А поверьте, брови вам понадобятся. Я бы посоветовала с собой взять какой-нибудь карандашик, который бы занимал мало места. У меня это карандаш от Maybelline. Он удобен тем, что у него, во-первых, с одной стороны карандаш, который потрясающе прорисовывает брови. А со второй стороны вот такая вот чёточка. Поэтому брови можете оформлять буквально за 2 секунды. Итак, практически уже завершаем. Подходим ко дну. И что я вам покажу еще? Это будут туши. С собой, вот, я беру 2 туши. Я сразу оговорюсь, я не люблю брать свои водостойкие туши, потому что, в принципе, я не люблю купаться с тушью. Мне неприятно это ощущение, пускай даже с водостойкой. Ну, на всякий пожарный я беру для вечернего выхода 2 туши. Первая тушь от L'Oreal, это серия Also Couture. У нее потрясающе удобная кисточка. Я думаю, что вы все уже ее встречали на просторах YouTube, видели рекламу. Она действительно очень хорошо удивляет реснички. И вы знаете, она, наверное, одна из самых моих любимых тушей на сегодняшний момент. Ну и вторая тушь, которую я использую в тандеме с фиолетовой подводкой, которую позже покажу. Это будет фиолетовая тушь от фирмы Dior. Это была их лимитка, по-моему, в летней коллекции. Очень мне нравится зеленоглазком, кореглазком. Это идеально подойдет. Можно использовать как на нижней ресничке, так и просто на верхней и нижней одновременно. Очень красиво подчеркивает глаза, очень так по-летнему, свежо. Я думаю, что незаменимая штука в летнем отпуске. Если вы терпеть не можете красить глаза, то я бы посоветовала завестись просто одной яркой подводкой. У меня это ярко-филетовый цвет. Вы можете взять, допустим, какую-то бирюзовую, зеленую, синюю. Опять же, зависит от вашего настроения. У меня это номер 82, подводка от Inglot. Очень красивый, насыщенный цвет. Конечно, куда же без матирующих салфеток. Это мои любимые салфетки от Inglot. Я уже вам об этом говорила. Очень нравится, очень удобная. Быстро вытираешь какие-то излишки жира на лице, и все идеально. Это вот такой вот автозагар. Он довольно бюджетный. Фирма Сент-Мори. Звумновение приводит ваши ножки в порядок. Они становятся более загорелыми, более бронзовыми. И даже если у вас и так есть загар, он вас устраивает, то для вечернего выхода я считаю, что это идеальная штука. Плюс еще написано, что она water-resistant. То есть, если вдруг пойдет дождь, то ваши ножки не потекут, так сказать. Ну вот и все. Это было все на сегодня. Огромное спасибо за то, что смотрели до конца. Поддержите меня пальчиком вверх, если вам понравилось такое видео. Желаю вам отличного опуска. Даже если вы собираетесь зимой. Ну а мы с вами все очень скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok